Токио Гейм Шоу Геймдизайнер намекнул, что разработчики подумывают выстроить игру в формате телесериала. Но не надо закатывать глаза и тяжело вздыхать. Пойдет ли Silent Hill по пути Resident Evil Revelations 2 неизвестно. Да и вообще не ясно, чем обернется перезапуск. Скаченный миллионами пользователей интерактивный тизер PT лишь эксперимент по скрещиванию Silent Hill с движком Fox Engine. Свежий трейлер тоже ходит вокруг да около. Это концептуальный эскиз того, чем игра станет в итоге. Или не станет. В общем, главное, настроен дуэт серьезно, а значит у серии есть шансы на триумфальное возвращение. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии. В сегодняшнем выпуске. Notch продал Microsoft права на Minecraft и бежал с корабля. Tetsuya Namura променял Final Fantasy XV на Kingdom Hearts 3. Bloodborne готовится к зимней премьере. Oculus протестирует свой шлем виртуальной реальности так же, как Google поступила с умными очками. А именно отправит покупателям небольшую партию устройств весной или летом следующего года. Пока это не более чем слух, хоть и от авторитетного источника – TechRadar. Сейчас мы знаем, что потребительская версия Oculus Rift будет стоить в пределах 400 долларов, а отличаться будет повышенной до 90 Гц частотой развертки и большим разрешением экрана. Ну, не будем тянуть резину и перейдем к главной новости недели, месяца и даже может статься года. Маркус Персон, некогда ругавший Windows 8 на все корки и открещивающийся от сделок с крупными корпорациями, таки продал свое детище Microsoft за 2,5 миллиарда долларов. Но не торопитесь сыпать шутками про бесплатный Minecraft в комплекте с косынкой и сапером в Windows 9. Компания даже не думает навешивать на конструктор ярлыка эксклюзива, пока ему прочат лишь выход на Windows Phone. Зачем Microsoft это надо? Прямого ответа редмондсы не дают. Ловко прячась за обещаниями развивать и без того беспримерно популярный бренд и заботятся о 54-миллионной армии поклонников. Что же до самого Нотча, то он, поглядывая в сторону Фила Фиша, во всеузлышание заявил, что устал тащить на себе бремя ответственности за свой суперхит и слушать ваши подколки в Твиттере. Нет, из индустрии он не уходит. Вместе с двумя другими основателями он покинет Mojang и продолжит делать маленькие игры. А если новоявленный миллиардер нечаянно породит феномен уровня Minecraft, он немедленно от него избавится. Чего-чего, а мешков с деньгами и влиятельных постов стокгольтскому программисту даром не надо. Творческая свобода дороже. А мешки, собственно, уже есть. Пока Sony тестирует PlayStation Now, Microsoft остается без собственной стриминговой платформы. А может, на самом деле она без лишнего шума готовит достойный ответ конкуренту? Все именно так, утверждают источники ресурса NeoWin. Причем продолжается это уже как минимум год. А еще прошлой осенью специалистам удалось сократить время задержки до 45 миллисекунд. Похоже, все карты компания раскроет уже скоро. Раз уж мы заговорили об облачных технологиях, обратим внимание на инициативы Square Enix. На Tokyo Game Show японцы наконец рассказали о загадочном сервисе Shinra Technologies. Он запустится в следующем году и предоставит доступ к лучшим проектам компании. Но это не соперник PlayStation Now и Online, подчеркивают создатели. Shinra не транслирует игры, а лишь заменяет консоль суперкомпьютером. Сроки разработки Final Fantasy XV давно превратились в непостижимое разумом и не имеющее границ явления. Уменьшать энтропию Square Enix не хочет и продолжает кормить фанатов уже даже не обещаниями, а подозрительно тревожными новостями. Вот, например, спустя 8 лет упорного труда Тетсуэн Амура, написавший сценарий и создавший концепцию игры, махнул рукой и пошел доделывать Kingdom Hearts 3. Ну или стал жертвой решения руководства, которое уже не раз принимало не самые здравые решения. Сам геймдизайнер о своем уходе ни словом не обмолвился. Важно другое. У руля теперь Хидзэмэ Табата и его непререкаемый талант. Талант сводить в могилу отличные серии. За примером обращайтесь к спин-оффу Parasite Eve под названием The Third Birthday. Но не будем о грустном. На токийской выставке компания показала новый трейлер 15-й финалки. Плюс к этому заявила о намерении выпустить 20 марта демо-версию. Однако не надейтесь, что сможете скачать ее бесплатно. Ее получат только покупатели Final Fantasy Type 0 для PS4 и Xbox One. Да-да, то самое PSP-ответвление трехлетней давности доковыляет до больших консолей. Кстати, портативная игра переберется еще на PS Vita в облике Final Fantasy Agita Plus, но, увы, только у себя на родине. В завершение темы последней фантазии обрадуем любителей играть на PC, хотя повод для веселья, скажем, прямо сомнительный. Логотип Steam на официальном сайте Final Fantasy XIII не был случайностью. Игра обоснуется в магазине Valve уже 9 октября. А чуть позже к ней присоединится два сиквела – 13.2 и Lighting Returns. На днях в сервис нагрянула еще и четвертая часть серии. На очереди неизменная рубрика Destiny в рекордах и цифрах. Вряд ли вы сомневались, что онлайновый шутер станет крупнейшим запуском за всю историю индустрии среди игр, не имеющих предыдущих частей. 325 миллионов долларов – столько свежий хит Банджи собрал за пять дней. И то ли еще будет. Отчасти в этом стоит благодарить американские каналы, неустанно крутившие трейлеры игры. Телереклама в США стоила издателю 6,7 миллиона долларов. Что крайне много для игр и не слишком для кино. На продвижение блокбастеров Голливуд тратит от 7 до 15 миллионов в неделю. Идем дальше. За первые 7 дней судьба собрала больше 5 миллионов уникальных зрителей на Twitch, что сделало ее популярнейшей консольной игрой стриминговой платформы в этом году. Впечатляет? Если нет, то вот вам еще одна цифра. 2,5 миллиона баксов такой суммы создатели Halo могут недосчитаться из-за неоднозначных оценок шутера. Контракт студии с Activision предусматривал бонусное вознаграждение Bungie в том случае, если спустя месяц средний балл игры на GameRankings будет не ниже 90. Сейчас ее рейтинг на 12 баллов ниже требуемого. Еще не устали от цифр? Тогда последняя на сегодня. 20 миллионов. Нет, это не количество часов, которые нужно провести в Destiny, чтобы полюбить игру. Такое число людей зарегистрировалось в условно-бесплатной Hearthstone Heroes of Warcraft с прошлого августа. С момента выхода из беты ее пользовательская база удвоилась, и сейчас в нее играет в три раза больше людей, чем World of Warcraft, хоть последняя еще не скатилась во фри-то-плей. Поклонников Metal Gear Solid токийский фестиваль порадовал парой роликов пятой части, и все посвящены снайперше Quit. Эта девица фантомной боли не только для красоты. Она будет активно помогать Снейку, снимая врагов с безопасной позиции. К слову, в этом году игру можно не ждать. Теперь официальным релизным окном значится 2015-й. И кстати, любители гадать на кофейной гуще могут выдохнуть. Таинственная Metal Gear Collection 2014 оказалась вовсе не новым сборником игр серии для PC и Next Gen'а, а линией фирменной одежды. Ну, вы же знали, что Кодзима тот еще тролль. У всех, кому не удалось собственноручно пощупать Bloodborne на Tokyo Game Show, совсем скоро появится шанс сделать это не выходя из дома. Sony открыла прием заявок в закрытую Альфу PS4 эксклюзива оказаться в числе участников, которые может каждый, кто заполнит специальную форму, до 14 часов по московскому времени 23 сентября. Заядлым фанатам серии Souls вообще можно не беспокоиться. Выбившим платину хотя бы в одной игре трилогии, издатель сам высылает приглашение. Кстати говоря, Sony наконец определилась с датой западной премьеры новейшей игры From Software. На североамериканских и европейских прилавках она появится на день позже японского релиза, 6 февраля. Вдобавок к этому компания раскрыла содержимое скромной коллекционки стоимостью 80 долларов. В нее войдут копии игры в металлическом кейсе, артбук и код на скачивание саундтрека. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». В прошлый вторник Невал выпустила в Steam аналогии первых двух частей Блицкрик. Со среды пользователи сервиса смогут устраивать сетевые поединки в Quake Life. 19 сентября обладатели Xbox One получили первый эпизод D4 — интерактивной драмы от авторов Deadly Premotion. Тогда же в магазине Valve вышли полные версии Westerland 2 и Flockers — головоломки от создателей Worms. В этот понедельник в раннем доступе Steam появилась альфа-версия The Long Dark, призванная обучить основам выживания в суровой Арктике. Вторник ознаменуется выходом переосмысления кооперативного ролевого экшена Gauntlet. На следующий день владельцы Dark Souls 2 выйдут на охоту за последней короной, а в европейской PSN и Xbox Live прибудет слендер The Arrival. 25 сентября Konami выпустит FIFA 15 на PC и консолях нынешнего и прошлого поколений. Этот день также порадует любителей мистики детективом The Vanishing of Ethan Carter. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, в которых мы расскажем вам обо всех самых интересных и важных событиях игровой индустрии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok